МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это американские истории. Сегодня у нас в гостях Олег Фриш, теле-радиоведущий и музыкант. Привет, Олег. Я позволю на «ты» общаться, надеюсь, это будет. Лиза, мне бы даже во сне не пришло, в голову не пришло, что мы с тобой когда-то будем сидеть в одной студии, и ты будешь на моем месте. Да, это правда, кстати. Хотя, мне кажется, в одной студии мы сидели, но просто не в таком формате и не в таких ролях, наверное. Расскажи мне, пожалуйста, мы с тобой знакомы достаточно давно, но твоей истории я, честно говоря, не знаю. То есть я знаю, последние годы жизни, что называется. Но с чего все начиналось? Как ты оказался в Америке? У меня было три первых дня в Америке. Первый-первый день у меня был, когда я приехал в гости к мамной подруге. Это был 90 год. И я жил тогда у нее, кстати, в Квинсе, в районе Райго Парк. Второй-первый день у меня был, когда я приехал в Балтимор, а там начинались что-то вроде концертов, гастролей очень неудачных. И третий-первый день... Концертов твоих? Ну да, да, да. Меня пригласил человек, с которым мы работали в Росконцерте одно время. И третий-первый день, это уже был тот день, когда я въехал и остался. 15 мая 92-го года. Вот это было замечательно. Ну а вот что стало причиной для принятия такого решения? Вот когда ты понял, что все, я остаюсь, вот точно я буду здесь жить? Очень просто. Никакого отношения к Наяне, Хиасу, эмиграции я не имею. Я приехал на работу. История очень интересная. Я много писал для журнала «Светская эстрада и цирк». И главный редактор журнала, он же когда-то отец программы «С добрым утром» Валентин Иванович Козлов, зная ему любовь к старой музыке, к артистам тех лет, он позвонил мне и сказал, Олег, приезжает Эмиль Горовец. Спустя 17 лет эмиграции, его не было в СССР, он приезжает. Мы дружим с ним, он сказал, мы когда-то учились вместе, и я хочу, чтобы ты о нем написал. Я говорю, Валентин Иванович, это мечта, это счастье какое-то. Он говорит, все. Он мне сообщил адрес, где Горовец остановился, улица Черняховского, Усиевича, метро, аэропорт. Он безумно боялся Эмиль. Но он уезжал в 70-х годах, и он остановился в квартире у своего друга, композитора Владимира Терлецкого, который написал первый мюзикл для еврейского театра, был дирижером Муслима Магомаева. В общем, звездные люди. Я пришел к Горовцу. Я на него произвел чьи впечатления? Он задал мне вопрос. Я, конечно, там трясся. Он, представляешь, Эмиль Горовец в те годы. Тем более, это же тайна была. Лариса Мондрус уехала, статья, покончила с собой. Она до сих пор живет в Мюнхене. Горовец стал сапожником. Никаким сапожником он, естественно, не работал. Пропаганда. И он мне говорит, ну, вообще, знаете, кто я? Я фишка. Начал ему петь его песни. И он начал, у него глаза стали влажные. Он не рыдал, но всплакнул. И после интервью он мне говорит, знаете, если вы будете в Нью-Йорке, я вам оставлю свой номер телефона. Моя супруга, Маргарита Полонская, она была таким, такой администратор его жизни. Она всем занималась. Она на радио WEVD, это этническое радио, где был час программы на Идиш. Она знает русское радио, открылась русское радио в Нью-Йорке. Я думаю, что вы будете полезны. И я забыл об этом разговоре. Я приехал в гости. Ну, естественно, если я уже в Нью-Йорке, конечно, я набрал телефон Эмилии Горовца. Позвонил ему. Мы увидели у него дома с ним и с Маргаритой. И буквально через дня три или четыре она меня за ручку отвезла, отвела вот на русское радио WMNB в Форт-Ли, где потом открылся канал телевизионный. Абсолютно, да. Слушай, ну вот смотри, ты работал журналистом в России, да? То есть, а ты откуда? Из Москвы, да? Нет, нет. Я родился в Запорожье. В Запорожье. Потом в возрасте юношеском я переехал в Калинин. Это Тверь сегодня, чтобы быть ближе к Москве, чтобы можно было на электричке. На уикенд приезжать в Москву, ходить по театрам, в цирк. Скажи, какие у тебя были ощущения, когда ты оказался вот в такой русскоязычной диаспоре Нью-Йорка? В то время это была еще такая очень сконцентрированная, мне кажется, диаспора. Вот на этом русском телеканале, на русском радио. Вот какие у тебя были впечатления? Не казалось тебе все это каким-то таким? Ну, я еще вел на юности программу «Вверх по течению», то есть туда, назад, ретро. И после «Пятницка-25», после огромного дома, где было и навещание, где была юность, там начиналось радио России, которое потом переехало уже после 90-91 года в, по-моему, в Останкино они находятся. Было две комнаты. В одной комнате сидели два хозяина, Павел Полей, основатель русского радио, и Дэвид Мора, который только пришел, выкупил компанию, чтобы открыть телеканал. В другой комнате, творческой комнате, было два человека. Иосиф Сац, покойный, ныне светлой память, главный режиссер, и Станислав Непомничий, музыкальный редактор, как бы мой начальник, с которым мы абсолютно... У нас было полное взаимопонимание. У него была классическая музыка и барды, популярные тогда, потому что приезжали без... Понимаешь, в то время такие люди приезжали, там был центр, это был такой медиа-центр русский. И это было до 2000 года, пока компания не вышла из бизнеса. Ты не понимаешь, заходишь на радио, и вдруг к тебе навстречу идет Муслим Магомаев. А куда еще ходить? А где рекламироваться? У нас монополия была. Были приемнички, которые раздавали, рассылали. С сигналом, который уже был настроен, настроена все была, волна. И антенны, которые... Огромный технический отдел, они договаривались с ландборнами. Знаешь, как когда-то в Советском Союзе, там ловили волну и слушали голос Америки, получается то же самое. Ловили русскоязычные какие-то. Радиопередачи писали на кассетах. Прямо монтировали склейки, делали на обычных кассетах. Это просто... Сегодня это кажется... Но зато работали люди, которые были реально журналистами. У каждого была своя тема. Соперничали с газетой «Новое русское слово», потому что там были очень сильные журналисты всегда. Позднее Валерий Ваймерк открыл радио «Народная волна», куда меня пригласил, где я вел программу уже об американской музыке. И это было круто. Это было круто. Был еще канал «Артен», локальный на кабельных сетях. Потом они объединились. Наш канал, наша компания купила «Артен». И мы все стали вместе. Другое было время. Слушай, как музыка в твоей жизни появилась? Что это было? Родители – музыканты. Папа – титулованный музыкант. Его уже нет с нами. Он заслуживает деятеля искусства Украины. Он был руководителем двух больших коллективов национального значения ансамбля песни и танца «Чайка» и академическая капелла. Папа мне говорил, «Олег, не пой, не пой, не позорь». Он человек с петербургским образованием музыкальным. Он считал, что у меня не полетный, не певческий голос. Вот сейчас, если бы он был бы жив и слышал бы то, что в эфире, я был бы просто Марио Ланца. Он сказал, «Не пой, занимайся фокусами». «Занимайся опытами», «Пиши», «Изучай», «Действуй на нервы библиотек». Я ходил, я искал книги старые о цирке, вот об эстраде, их не было. Но я знал, что они существуют. Они как-то заказывали, получали, в общем, знали. И я пел там в вокальной группе, еще что-то такое. А солистом хора был мой друг с детства Сергей Рогожин. Мы до сих пор общаемся. Я попал в Питер. Я в Питере не был никогда до прошлого года. Я только в Ленинграде был. Я попал в этот город на полтора дня. Он приехал откуда-то в город, и мы видели с ним 10 минут на вокзале, когда я обратно уезжал в Москву. Он выписывал журнал «Юный техник», где в каждом номере на задней странице обложки были фокусы, их секреты, описания. И он меня подсадил на это. Я приходил когда к нему домой, у него какие-то коробки были, ящики. Кролика кладешь, закрываешь, открываешь, кролик исчез. Как? Он говорит, не твое дело. Понравилось? Да. Вот, занимайся, изучай. Когда я начал обучение в университете, еще до этого дома, когда я был школьником, мне безумно нравился жанр психологических опытов. Вольф Мессинг, Михаил Куни, Лев Бендиткис. Но тогда, вот кроме этих людей, целая армия психов, а я был поющим психом, я пел на сцене, значит, они лечили, калечили, а мне это не нравилось. Я считал, что на эстраде нужно удивлять и развлекать. Поэтому у меня был концерт «Живая энциклопедия». Люди что-то задумывали, я отгадывал. Там имена людей, города, страны мира. Мне эта информация и сейчас очень вот в моей работе пригодилась. Потому что здесь такой эффект присутствия. Ты в столице мира, и рядом с тобой те люди, чьи имена ты видел на конвертах пластинок. Кстати, о конвертах. Вот у меня есть такой вот конверт пластинки. Мой. Да. Тамара Мянсарова. И вот здесь вот такая, я не знаю, как это предисловие, статья. Ну, она аннотация, да. Да, аннотация. Олег Фриш подписывает. Одна из. Да. Вот расскажи какую-то историю связанную с этим. Когда Маргарита Полонская, супруга Горовца, меня привела на радио, Иосиф Сац, режиссер, сказал мне, ну, здесь многие люди звезды, известные, докажите. Сделайте нам просто как подарок, ну, мы русские люди любим подарки, пару передач. Я говорю, хорошо, но у меня просьба, дайте мне пару кассет послушать просто, в каком стиле у вас идут программы. Я не помню имя человека, который вел музыкальные программы, но программа выглядела тогда так. Это первое русское радио в 90-е годы. Начало. Сначала человек читал какой-то текст, а потом нон-стопом шла пластинка. И мне попали в руки две передачи. Одна была о музыке Мира и Матье, и вторая Тамара Мянсарова. Ну, естественно, я поставил Тамару Мянсару, потому что мы дружили, мы сейчас с ее супругом Марком общаемся. Но я у них как член семьи был. Я слышу что-то допротивного знакомое, этот человек говорит. Я выскакиваю из студии, подхожу к Иосифу и говорю, Иосиф, этот человек читает мой текст. А я запасливый. Я всегда с собой что-то вожу. Там диски свои, пластинки, ну, мало ли что. Ну, кому-то подарить надо или там. И он говорит редактору музыкальному, о, еще один самозванец. Этот тоже с Высоцким за одной партой сидел. Да? Я говорю, нет. Там, в постели был там, со звездой номер один. Да? Я говорю, нет. Я все, я докажу. Я поехал домой. Это уже было где-то на Фаракве. Не поленился. И на следующий день я привез несколько конвертов, пластинок. Он поставил кассету. Я ему дал конверт. Через минуты три он говорит, все, я вас беру. Хотите, даже рабочую визу сделаем. Я говорю, хочу. И вот так все пошло. Так все началось. Да. Это еще не было телевидение. Да, вот я тебя прервала с этой вот обложкой пластинки. Ты как раз в этот момент говорил о том, как ты делал такие интерактивные концерты. И как люди, как ты угадывал там какие-то места, географические названия и так далее. И как потом тебе это пригодилось вот в создании. Да расскажи, пожалуйста. Мне нравилось просто всегда вот с детства читать энциклопедии, справочники. Я помню, была такая книжка «Энциклопедия цирк». Я ее практически знал наизусть. Я помнил, на какой странице статья про Юрия Никулина. И я мечтал, чтобы обо мне то, что было написано. Но написали, но не в этой, а в эстрадной. И я постоянно, во-первых, я прочитал мемуары Михаила Куни. Назывались они «О памяти, о воле, о себе». Я помню, давно, когда-то в детстве еще был ребенком, мы пошли на его концерт в Запорожье. И он крутил доски, на которых писали очень много чисел. Он быстро их складывал, отнимал и повторял. И мне это безумно понравилось. Голы в пустыне, берут и жонглируют. Вот то же самое, мне хотелось все запоминать, чтобы в каком-то критическом случае, вот я оказался забыл дома книжку. Мы же тогда писали, все записывали, записную. И я все равно мог найти человека, позвонить. Ну не только человека, какую-то информацию вспомнить, название песни какой-то. Я стал это все развивать. Дошло до того, что все номера, которые у меня были, они были построены на отгадывании и информации, которую задумывали зрители. Например, я просил задумать имена великих людей, композиторов, поэтов, художников, героев спорта. Потом города мира, потом даты событий исторических. И потом уже спустя много лет, когда я получил сольный концерт, и мне по штату были положены ассистенты, коллектив, я решил не брать ассистентов, а взять музыкантов. Мы составили каталог, в котором было 15 тысяч песен, 14 тысяч, по-моему, 685 песен на 26 языках. Я, в принципе, и сегодня помню большинство этих песен. Когда люди называли, задумывали эти песни, я сначала называл, там, песни «Счастлив в любви», там, автор, там, Ясиру Миягава, сёстры, там, Зупинацы исполнили русский вариант, Нина Пантелеева «У моря, у синего моря». И потом с музыкантами мы попури делали. И так я начал петь. Потом какой-то администратор стал писать такого-то, такого-то в зале филармонии, поющий «Псих» Олег Фриш. И люди шли на это, им нравилось слово «Корень псих», ты понимаешь? Вот, и параллельно я, потому что я учился на филфаке, на РГФ, и я писал, мне нравилось писать статьи, материалы. А потом я начал эти выступления, и уже вот как-то сочетал. Слушай, а чего вот это вот идёт? Вот как ты говоришь, да, что даже оказавшись голым в пустыне, я вот могу то, могу сё, мне не нужна записная книжка. Это идёт от какого-то желания себя обезопасить и быть независимым от внешних каких-то факторов или удивлять? Вот что тебе важнее? Удивлять – это как бы внешний эффект. Это идёт от желания показать, что у человека есть какие-то силы, какие-то вот запасы, которые мы не используем. Я сегодня практически не занимаюсь развитием памяти, но мне это просто, наверное, не нужно, да, или вот этот этап прошёл. Вот для меня опыты, работа на эстраде – это реально история из прошлого века. Я пытался, когда приехал второй раз в Америку, я пытался наладить отношения с колледжами, с какими-то агентствами, которые делают концерты, но я понял одно – нет, они меня отказывали, но это, как мы говорим, фулл тайм. Нужно или быть радиоведущим, телеведущим, или заниматься своей карьерой в бизнесе шоу. Это не получается. Это целые дни. Рассылать пресс-релизы, биографии, звонить агентам, ездить на какие-то прослушивания, нанимать пиарщиков – это время занимает. Мне это… Как журналист, ты брал очень много интервью у суперизвестных людей в мире музыки, которые, к сожалению, может быть, они не на слуху, так как какие-то поп-звёзды, но тем не менее это такие мастодонты в музыкальном мире. Они были тогда на слуху. Я ведь начал тогда, когда поколение людей, даже в СССР, они знали и помнили, и узнавали в лицо. И Тамару Мянсарову, и Аиду Ведищеву, и Эльмиру Уразбаеву, и Эдиту Пьеху, и Валентину Толкунову, и Владимира Шаинского, и Наталью Кустинскую, и Клару Румянову. Ну, а вот американские фамилии. Я знаю, что ты очень со многими американскими музыкантами. Американские – это у меня вообще получилось чисто случайно. И причина была в том, что пришёл ко мне один русский певец, который всерьёз хотел заявить о том, что он там дышит жабрами, какие-то там были истории, какие-то очень смешные. Мне что-то стало стыдно. Я всегда пекусь о репутации, чтобы стыдно потом в глаза людям, знаешь, не было смотреть. И какие-то... Ну, все, кто оттуда приезжал, они многое приписывали. И я подумал, мы живём в замечательной стране. И люди, которые меня слушают и смотрят, они с детства по пластинкам мелодии, пусть даже нелегально изданным, они знают, кто такой Луи Армстронг, кто такая Брэнда Ли, кто такой Каунт Бейси, кто такой Фрэнк Синатра. Почему их не позвать на русский рынок? И почему мне сделать так, чтобы мои гости были уникальными, чтобы они нигде не повторялись? Я постепенно начал это делать, но сразу был отказ, никто не подпускал. Я как-то случайно гулял по центральному парку. И на обочине стояли музыканты, три музыканта, ну, вообще, ну, кажется, ни о чём неизвестные мне люди. И мне понравилась музыка. Они играли тогда свин Хэри Уоррена, композитора известного Брэдвейского. И я не знаю, почему я подошёл после сета одного, да, там шапкой гордо два доллара положил и говорю, а могу ли я вас пригласить на русское телевидение WM&B? И они на удивление сказали, о, русские, отношение было другое. И мы с ними сделали передачу. И как мне потом сказал отдел обслуживания, ну, у нас тогда было отдел обслуживания, что была масса звонков, и люди говорили, давайте ещё американскую музыку, давайте, это круто. И у меня заняло ещё какое-то время, чтобы это всё наладить. Ведь если ты делаешь программу, у тебя должно быть на потоке. Тоже поставить на поток, потому что каждой неделе требуют нового гостя. Но у меня была интересная история, да, интересная история, связанная с Кони Фрэнсис. Кони Фрэнсис такая, ну, Мадонна 50-х, это супер, 350 миллионов проданных записей. Радио «Народная волна», куда меня пригласил Валерий Вайнберг, это было очень профессиональное радио, оно было, ну, там, журналисты нового русского слова работали, писали, и у каждого была своя тема. Там, Грант, это полицейская какая-то криминальная хроника, это Майя Придскор классическая, ну, то есть за каждым журналистом закрепился имидж. Я разыскал через музыкантов, каких-то музыкантов её координаты. Я позвонил ей, её ассистентка Терри Холл пообещала, что когда Кони Фрэнсис, ну, она во Флориде живёт, будет в Нью-Йорке, для меня это имя было, ну, вот, ну, небожитель. Мы увидимся. В какой-то день она мне позвонила, Терри, и сказала, что Кони Фрэнсис приехала на суд. Причём она судилась в порно-компании. Дело в том, что её изнасиловал по ошибке, заглянувши в её номер ночью, какой-то чёрный мальчик, которого не поймали. Она долго, много лет лечилась, она не выступала, у неё пропал голос, она основала ассоциацию жертв насилия женского. В общем, ей это, кстати говоря, вот вернуло имя, потому что в 70-х уже как бы вот ранний рок-н-ролл и попса, они уже были, их перекрыла рок-музыка. И она стала вновь популярна, на неё стали люди ходить, смотреть, вау, Кони Фрэнсис, изнасилование и так далее. И в каком-то порнофильме звучала на фоне её мелодия. Она посчитала, что это кто-то глумится над её, так сказать, личностью, зная её биографию. Они выиграли суд. И в этот день после суда она должна была прийти на радио. Радио находилось на 5-й авеню и 18-й улице. То есть пройти мимо было невозможно. 111, 5-й авеню. Валерий Вайнберг, который приехал в Америку в 60-х годах, конечно, он всех этих артистов знал. И он сказал, Олег, это гениальная идея. Конечно, они будут приходить. Я говорю, Валерий, сделаем всё. Назначенный день. У меня тогда программа была, по-моему, с 6 до 7 или с 6 до 8. Заканчивается рабочий день. Я в 3 часа приехал заранее, там сижу, пудрюсь, гримируюсь, условно говоря, готовлюсь. Никого нет. Без 10, там 6. Валерий подходит ко мне и говорит, Олег, ну мы сейчас будем с Лидочкой с женой ехать домой в Стейтен Айленд. Я посмотрю, как ты будешь выкручиваться из ситуации. Ну реально, ну нету. 5 минут до эфира никого нет. Они подходят к лифту, он нажимает на кнопку, поднимается лифт, из него выходят две женщины. И первая женщина до противного знакомой лицо, она говорит, мы коллегу Фришу. И Вайберг просто, ну представляешь, тогда в те годы, это был 90-х, где-то, наверное, 6-7-й год, Конни Фрэнсис. Ну как Леди Гага бы сегодня пришла. Ну а как потом, вот как ты смог наладить поток, что называется? Я ходил на концерты, я платил деньги, я ждал у входа менеджеров, не артистов. Как-то мы с ними вот... И потом я вступил в общество импрессарио и агентов. Я платил каждый год, по-моему, полторы тысячи долларов за контакты, за то, чтобы посещать разные конференции и так далее. Мне это было интересно. И потом, когда я сам начал выступать в джаз-клубе, театры небольшие, у меня уже были какие-то контакты. И это все пошло. Был ли какой-то такой драматичный момент в жизни? О чем ты, может быть, жалел? Нет. Ностальгия — это моя профессия. Поэтому я не ностальгирую о прошлом. Я смотрю вперед, меня интересует то, что будет завтра, послезавтра, через год, через полтора. Я не думаю об этом. Я как бы не оглядываюсь. У меня дома достаточно... Ну вот смотри, ты, например, ты сам же тоже поешь и выступаешь достаточно успешно. Кросс-промоушн делаю, популяризирую. Да. Вот как ты считаешь, мог бы ты, может быть, больше сосредоточиться именно на своей музыкальной карьере, нежели на историях чужих? Нет. 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 Однозначно нет. Когда люди приезжают и говорят, что они сделают карьеру в Америке, это блеф. Объясняю, почему. Дело не в акценте, дело не в незнании языка, дело не в ментальности. Дело в том, что, как в любой стране, как в любой культуре, если поколение признает своего ровесника, маленькая появилась девочка Бритни Спирс, и с ней растет поколение, наращивается аудитория. Я не могу попасть, так сказать, росток с чужой земли, откуда-то оттуда, но считанные люди, рожденные в Европе, стали здесь знаменитыми. Ты кем себя больше считаешь? Журналистом, музыкантом или, может быть, еще кем-то? Журналистом, конечно. Я пою, просто я делаю определенный кросс-промоушен. Началось это с того, что мне хотелось как-то выделиться. Мне хотелось, чтобы я не просто выходил на сцену на встречах с аудиторией и говорил, здравствуйте, я Олег Фриш, я веду такую программу, смотрите меня по средам, там, с шести до семи. У нас так было. Были программы, WMB собирает друзей. Все выходили, скучно говорили, уходили. А я что-то исполнил, спел, часы с кого-нибудь снял. Что-то такое визуальное. Это такое конференсье. Ну а как? Это же шоу. Люди хотят видеть личность на сцене. От того, что я выйду и скажу, что я повторю то, что и так известно, это никакого... Мы с тобой в Дайнере находимся, в таком типичном американском. Да, 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 это подарок. А я знаю, что ты издал такую книгу, которая называется «Дайнеров в Нью-Йорке». Вот что сподвигло, почему? То есть это тоже как-то перекликается. У тебя есть такое ощущение, что есть какая-то такая ностальгия по середине 20 века, потому что это такая очень тема того времени. Во-первых, я много раз в Дайнере был с артистами. С теми, чем голоса Пегги Марч, которая пела «I will follow him». С ней мы с Кони Фрэнсис были во Флориде. Практически не осталось Дайнеров вообще. И вот половина, ну, наверное, процента 80 из этой книги, эти Дайнеры не существуют. Это такая ностальгия. А не есть где-нибудь в штате, там, Кентукки, а не есть в северном, где-то там в Нью-Мексико, в Дакоте. Нету. И тем более нет Дайнеров с джукбаксами, с этими музыкальными аппаратами, куда мы бросали квотер, 25 центов по-нашему, и выбирали любую из пластинок, которые, так сказать, там были. Слушай, я обязательно читаю. Потому что, когда я приехал в Америку, мои первые впечатления связаны с Каскильскими горами. Тогда там было очень много русских санаториев. И вот эти вот дома отдыха, санаторий, ну, понятно, что я не водил машину, и я зависел от, там, тех, кто меня подвозил. И обязательно мы останавливались на полпути, где-то вот при везде в эти горы Каскильские, попадали в Дайнер. Я помню, что никто по-русски не говорил. Вот были эти джукбаксы, я тратил, бросал эти 25 центов там. И Майкл Джексон звучал, и Би-Би Кинг, и Бенни Кинг, и все остальные Кинги. И все это было так круто. У меня дома есть маленький джукбакс. В чем твоя американская история? История в том, чтобы развиваться, и чтобы никто не мешал. Как всегда, было очень душевно, очень интересно пообщаться. Жалко, что мало времени, конечно. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях был Олег Фриш, телерадиоведущий, музыкант. Это были «Американские истории» и я, Лиза Кайбин.